Всем привет! Меня зовут Инга, я преподаватель русского языка. Сегодняшняя тема части речи и члены предложения. Для начала необходимо нам вспомнить, что такое морфология. Морфология это та область научного знания, которая посвящена учению о частях речи и формах слов. Само слово морфология восходит к греческим словам морфе, форма, и логос, учение. Морфология изучает формы слова и части речи. Что же такое части речи? Части речи это классы слов с общим грамматическим значением предмета, признака предмета, действия, признака действия и количества предметов и так далее. Все части речи в русском языке делятся на две большие группы. Самостоятельные или знаменательные части речи. К ним относятся имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, глагол, наречие и местоимение. К служебным частям речи относятся предлог, союз и частица. Еще в отдельную группу части речи выделяют междометия. Междометия не относятся ни к самостоятельным, ни к служебным частям речи. Итак, начнем с характеристики знаменательных частей речи. Первая знаменательная часть речи – имя существительное. Имя существительное обозначает предмет в широком смысле этого слова и отвечает на вопросы кто что. Например, слово «доска» или слово «добро» – что «добро». Имя существительное имеет грамматические признаки, такие как склонение, род, число, падеж. При этом имя существительное изменяется только по падежам и числам. Имя существительное может быть любым членом предложения. Чаще всего существительное выполняет функцию подлежащего или дополнения. Имя прилагательное – другая самостоятельная часть речи. Она обозначает признак предмета и отвечает на вопросы какой-либо чей. Например, красивый – какой? Красивый. Лисий – чей? Лисий. Прилагательный изменяется по родам, числам и падежам. В предложении прилагательные чаще всего бывают либо определением, либо сказуемым. Глагол – другая знаменательная часть речи. Глагол обозначает действие предмета или состояние предмета и отвечает на вопросы что делать, что сделать. Ну и формы этих вопросов. Глагол имеет грамматические признаки наклонения, время, лицо, число и ряд других признаков. В предложении глагол чаще всего выполняет функцию сказуемого. Местоимение. Местоимение – это также самостоятельная или знаменательная часть речи. Местоимение может обозначать лицо. Например, я, ты, мы, вы, он, она, оно, они. Кроме того, местоимение может указывать на предметы, признаки, количество, не называя их конкретно, не называя их прямо. Тот, этот, всякий, столько, например. Имя числительное, другая самостоятельная часть речи, обозначает, может обозначать либо отвлеченное число, например, 5, 13, 38 и так далее. Может обозначать количество предметов конкретных, например, 5 книг или четверо друзей. Кроме того, числительные могут обозначать порядок при счете. Первый, второй, двадцать первый, тридцать восьмой и так далее. Имя числительное отвечает на вопросы сколько, какой и который. Наречие, другая самостоятельная часть речи. Это неизменяемая часть речи, то есть у наречия мы не выделяем окончаний. Эта часть речи обозначает признак действия или признак признака. Наречие отвечает на вопросы как, где, куда, когда, откуда, зачем, с какой целью, в какой степени и так далее. Чаще всего наречие относится к глаголам и обозначает признак действия. Реже наречие относится к прилагательным и обозначает признак признака. В предложении наречие чаще всего выполняет функцию обстоятельства. Итак, мы дали характеристику самостоятельным частям речи. Теперь стоит обсудить служебные части речи. Служебные части речи называются так потому, что они служат для связи слов в словосочетании и предложении, предлоге и союза, например, или вносят в предложение дополнительное смысловое значение. Такую функцию выполняют частицы. Итак, предлог по порядку теперь. Предлог – это служебная часть речи, которая служит для связи слов в словосочетании. Ну, например, я иду по дороге. Здесь в этом предложении используется предлог по. Он служит как средство связи в словосочетании. Ждать около дома. Здесь предлог около выполняет ровно ту же функцию. Союз. Союз – это служебная часть речи, которая служит либо для связи однородных предложений, для однородных членов предложений, или для связи частей сложного предложения. Например, я люблю не математику, а физику. Здесь мы видим, используется союз А. Этот союз выступает как средство связи между однородными дополнениями. Светило солнце и было тепло. Здесь мы видим в этом предложении две грамматических основы. Солнце светило первой основы, вторая – было тепло. Это сложное предложение. И части сложного предложения связываются с помощью союза И. Частица. Частица – это служебная часть речи, которая придает дополнительные смысловые оттенки в предложении. Например, «Разве ты не читал эту книгу?» Мы видим, в этом предложении используется частица «Разве». Это вопросительная частица. Именно с помощью нее мы задаем вопрос. Как прекрасен этот мир? В этом предложении мы видим, используется усилительная частица «Как». С помощью этой усилительной частицы автор предложения выражает свой восторг. Как же определить части речи, на что мы в первую очередь должны опираться? Прежде всего мы должны задать вопрос. Во-вторых, мы должны при определении частеречной принадлежности слова обратить внимание на общее грамматическое значение. Значение предмет, значение действия, значение признака, количество и так далее. Кроме того, мы должны обращать внимание на грамматические признаки. У каждой части речи грамматические признаки разные. Ну и еще мы должны обращать внимание на типичные для определенных частей речи окончания и суффиксы. Итак, мы с вами поговорили о частях речи. Помним, что части речи изучает морфология. Теперь мы перейдем к синтаксису. Синтаксис – это раздел науки о языке, в котором изучаются словосочетания и предложения. И особенности их строения. Синтаксис изучает в том числе члены предложения. Члены предложения делятся на две группы. Первая группа – это главные члены предложения. Главные члены предложения включают в себя подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения включают в себя определение, дополнение и обстоятельства. Подробнее о главных членах предложения – подлежащее. Подлежащее – это главный член предложения, который обозначает, о ком или о чем говорится в предложении. То есть подлежащее обозначает главное действующее лицо. Ну, например, Маша прочитала стихотворение. Мы видим, что в этом предложении главное действующее лицо – Маша. Маша отвечает у нас на вопрос, кто выражено это подлежащее существительным в именительном падеже. Что такое сказуемое? Сказуемое – это главный член предложения, который обозначает, что говорится о подлежащем. Сказуемое отвечает на вопросы, что делает предмет, каков он, что это такое, кто он такой. Ну, например, Маша прочитала стихотворение, тоже предложение. Здесь мы, как уже говорили, подлежащее Маша, а сказуемое прочитала. Сказуемое прочитала обозначает действие, которое относится к подлежащему. Перейдем к характеристике второстепенных членов предложения. Первое – это определение. Определение – это второстепенный член предложения, который обозначает признак предмета. Как следствие, определение отвечает на вопросы «какой?», «который?», «чей?». Ну, например, Маша прочитала трогательное стихотворение. Маша прочитала стихотворение «какое?». Трогательное – это определение. Дополнение. Дополнение – это также второстепенный член предложения, который отвечает на вопросы косвенных падежей. Косвенными падежами, напоминаю, считаются все падежи, кроме именительного. То есть, дополнение может отвечать на вопросы родительного падежа, кого, чего, на вопросы дательного падежа, кому, чему, на вопросы винительного падежа, кого, что, на вопросы творительного падежа, кем, чем, на вопросы предложенного падежа, о ком, о чем. Например, Маша прочитала стихотворение. тоже предложение. Маша прочитала кого что? Стихотворение. Мы видим, что слово стихотворение отвечает на вопросы винительного падежа. Винительный падеж, косвенный падеж, значит стихотворение это дополнение. Обстоятельства. Обстоятельства это второстепенный член, который отвечает на вопросы Где, когда, куда, откуда, почему, зачем, как, с какой целью, в какой степени Например, Маша выразительно прочитала стихотворение Маша прочитала стихотворение как? Выразительно Видим, что слово выразительно отвечает на вопрос как Как это вопрос обстоятельства, значит перед нами обстоятельства Части речи и члены предложения следует различать друг от друга Не следует ни в коем случае их путать Части речи это слова, которые мы можем найти в словаре, если откроем его Частеречная принадлежность это то, что есть у слова всегда Дом это всегда существительное Одиннадцать, например, это всегда числительное Первый это также всегда числительное Мой это всегда местоимение То есть часть речи это то, что принадлежит слову всегда Слова, попадая в предложение, соединяются друг с другом и становятся членами предложения То есть они начинают выполнять определенную функцию Например, мой первый дом стоит в саду Разберем это предложение с точки зрения чести речи и членов предложения Здесь мы видим грамматическую основу Дом стоит Подлежащее дом выражено существительным домом Сказуемое выражено глаголом Кроме того, здесь в этом предложении есть два определения Первое определение «мой» выражено притяжательным местоимением Второе определение «первое» выражено порядковым числителем Кроме того, здесь есть еще один второстепенный член предложения В саду отвечает на вопрос «где?» Дом стоит «где?» в саду Это обстоятельства Обстоятельства в данном случае выражено сочетанием предлога и существительного И повторим еще раз Части речи изучает морфология Морфология изучает части речи и форму слов А члены предложений изучают синтаксис Итак, мы поговорили с вами о различиях частей речи и членов предложения На этом наше занятие окончено Пока!